привет всем друзья мои сегодня я буду готовить тосканский густой суп супчик очень вкусный готовится с черной тосканской капустой кале она называется кава ланеро и суп этот называется риболита в общем приглашаю вас посмотреть как я готовлю этот суп понадобится вот такая черная тосканская капуста также понадобится черешковый сельдерей пара морковочек пара картошек помидоры кусочками из банки также парочка свеженьких большая одна луковица или две средних фасоль уже у нас отваренные можно отварить самим белые вот она здесь называется фаджоли каннеллини и также оливковое масло едят этот суп с поджаренными кусочками хлеба подсушенными и для того чтобы никто не придирался что у нас может быть не традиционный этот суп не традиционный рецепт мы назовем его это нашим вариантом потому что в тоскане в каждом городке или большом городе готовят по-разному с небольшими нюансами и может быть даже в каждой семье могут быть какие-то другие ингредиенты добавляются но в принципе вот именно такой набор продуктов нужен не знаю какие там еще другие отличия могут быть но я знаю примерно вот такой рецепт и хотела немножечко уделить внимание этой капусте черной она очень полезная имеет сильные противораковые свойства полна витаминов антиоксидантов и там какие-то есть особенные даже антиоксиданты которых нет в других видах капусты и можете почитать в интернете они если хотите но это капуста обязательный ингредиент в этом супе поэтому даже не знаю чем ее заменить если у вас нету может быть совойской капусты может быть что-то близкое будет и они кстати двоюродные братья эта капуста двоюродный брат брокколи и цветной капусти и совойской ну в общем то это конечно же одно семейство просто здесь вкус более насыщенный и более приятный и такой особенный какой-то так начну сейчас готовить и так я измельчила лук и сельдерей вот меленько нарезала кубиками здесь у меня морковочка сейчас я это все буду пассеровать на оливковом масле этот суп очень густой он скорее похож на похлебку такую густую в нем мало должно быть жидкости и много тушеных вкусных овощей кстати этот это блюдо подойдет вегетарианцам отличное значит готовится в кастрюльке с толстым дном потому что сначала мне нужно будет поджаривать лучок с сельдереем и морковочкой вот я уже налила оливковое масло и так на тихеньком огонечке сейчас будет томиться вот это моя смесь овощная ну не минут пять она пусть поджарится но при горании не надо допускать нужно будет помешивать время теперь я добавила помидоры свеженькие кусочками и из банки сейчас все вместе потушу еще минут пять теперь я добавила фасоль вот стакан фасоли отваренной и картошечка нарезанная кубиками и сейчас буду все это тушить тоже несколько минут и в конце добавлю уже эту капусту колей каву лу неру и буду тушить все вместе до готовности если будет мало сока можно добавлять немножко водички в общем регулировать жидкость самим по вкусу и так вот теперь я добавила нарезанную кусочками эту черную капусту и накрою крышкой и сейчас буду тушить блюдо до готовности если будет суховато добавлю немножечко водички соль можно добавлять красный перчик любые другие специи если вы хотите по вкусу вот так выглядит это блюдо это риболита блюдо для бедных людей крестьянское блюдо простое подается вот с такими гренками простого крестьянского хлеба и иногда кладут эти гренки вниз в тарелку сначала потом наливают суп и таким образом гренки пропитываются чудесным вкусом и получается густо и очень приятно кушать густое это уже скорее даже трудно будет назвать супом какая-то похлебка такая крестьянская ну вот так мы сегодня питаемся бедненько мы бедняки простой домашней едой но между тем это блюдо обладает превосходным вкусом и очень полезно для здоровья ну как вы знаете простая еда она именно и самая полезная приятного аппетита если будете готовить тоже так и и до свидания всем до новых встреч на моем канале